Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня я предлагаю поговорить о очень интересных растениях, красиво цветущих многолетниках, о пеларгониях. Многие их называют гераниями, потому как они в данном случае очень схожи с настоящими гераниями, которые растут в лесных, полевых условиях. Но настоящее название этих растений именно пеларгония. Для простоты в этом видео я буду обращаться к ним как к гераниям, потому что абсолютное большинство знают их как раз-таки под этим наименованием. Чем же они интересны? Я думаю, вы их все прекрасно знаете. Хоть и имеют они такую вечно зеленую листву, но самое главное их достоинство – это обильное пышное цветение. Цветут они буквально на протяжении всего лета, еще и на осень заходят, и крупные шапки соцветий покрывают растения в большом количестве. Если вы хотите порадовать себя необычным сортом пеларгонии, обратите внимание на новое поступление саженцев в интернет-магазине «Про цветок». Доставка по всей Беларуси, а ссылка в описании. Как же подготовить герань к летнему цветению, чтобы она действительно одарила нас максимальным количеством цвета? Вот перед вами сейчас такое хорошо укорененное растение из черенка, которое подготовлено к новому сезону еще с прошлого года. В августе месяце мы его зачеренковали, черенок укоренился, и вот сейчас с первым солнцем он начинает пускать уже новые побеги. Здесь получилась такая розетка из трех основных веточек, которая в будущем даст хорошее цветение. Но, к сожалению, для пеларгонии или герании характерна постоянная потребность в возобновлении. Вот смотрите, перед вами растение, которое характеризуется достаточно активным таким ростом, и конкретно у этого сорта междоузелья они достигают 5-7 сантиметров и более. За зиму оно вытягивается, и мы получаем такие длинные побеги, на верхушках которых в будущем летом будут цветы. Но эти цветы будут где-то сверху, растение еще отрастет, и чем выше герань, тем менее интенсивное будет цветение. То есть шапок основных их будет не так много, и они будут такие достаточно скудненькие. Хороший подготовленный саженец пеларгонии к весне выглядит примерно так. Вот здесь, если обратить внимание, есть точка. В этом месте черенок был купирован, и в начале сезона, к весне, он начинает давать со спящих почек новые побеги. В идеальном варианте герань должна образовать 3-4-5 скелетных веточек, которые потом перейдут в цветение. Вот у этого саженца есть все предрасположенности к тому, чтобы целое лето радовать нас цветами. А с предыдущим растением необходимо поработать. Как я уже показывал, оно вытянулось за зиму по высоте. Здесь у нас всего лишь 3 основных стебля. Они длинные, вытянутые, и хорошего куста из этой пеларгонии не получится. Напомню, что в идеале, чтобы у нас был каркас из 5-7 максимум веточек. Поэтому в данном случае сейчас, перед началом весны, необходимо его обрезать и сформировать каркас многолетника для хорошего цветения. Что мы сегодня и сделаем. Итак, в первую очередь обращаю внимание, насколько необходимо резать. Хорошо, если в основании каждого стебля останется у вас 4-5 точек роста. То есть это 4-5 мест с листвой. В данном случае у меня есть два активно растущих побега, которые мне точно необходимо укоротить. В будущем ничего хорошего из них не будет. Соответственно, я прежде всего начинаю работу с самым высокорастущим, таким длинным. И обрезаю его секатором, ножом или садовыми ножницами. Так, чтобы у меня осталось в данном случае где-то 4-5 ответвлений. По второму побегу обращаю внимание еще на то, что у меня в основании одного из листьев уже есть зачатки нового побега. И также начинает развиваться спящая почка еще ниже. Это хорошая основа для того, чтобы пеларгония здесь раскустилась на этом месте. Поэтому в данном случае я обрежу буквально чуть-чуть выше, над следующим листом. И получу с одной стороны уже сейчас достаточно компактный кустик. И в то же время простимулирую рост кустарника из этого, из основания ниже лежащих почек. Также укорочу немного и побег, который у меня остался третий. Он в принципе не очень сильно рослый, но после такой обрезки, с учетом того, что мы забрали вот эту надземную часть, он очень активно выстрелит в высоту и пойдет расти. Соответственно, чтобы у нас это растение начало компактно развиваться и пропорционально развиваться во все стороны, мы его также, соответственно, укоротим. Но его срежем буквально в верхушку для того, чтобы добиваться пропорционально развитой кроны. Вот таким образом у нас получилось растение, которое готово к будущему сезону. Как только будет больше солнышка, оно более активно начнет развиваться, распустятся еще новые побеги с нижней части этого саженца, и мы получим отличное цветение. В будущем рекомендуется для того, чтобы нарастить в начале сезона массу, подкормить азотным удобрением. А потом, когда будет переходить к цветению, перейти, соответственно, подкормку комплексным водорастворимым, для того, чтобы насыщать цветом и обеспечивать полноту цветения до конца сезона. Полученный материал, который вы обрезали с герани, конечно же, ни в коем случае не стоит выбрасывать. Герани отлично размножаются и укореняются черенками. И то, что я сейчас как раз таки показываю, это будущее здоровое и классное растение. Черенок у герани должен быть верхушечным, то есть с верхушечной почкой, и он должен включать в себя 3-5 междоузелий. Больше не стоит. Соответственно, нижнюю часть я немножко укорочу, чтобы у меня оставался запас под нижним ветвлением буквально полсантиметра-сантиметр. И удалю нижние листья, которые у меня попадут, соответственно, в субстрат или в воду, если укореняете в воде, и все равно, соответственно, сгниют. Таким образом я готовлю черенок. У тех герани, у которых междоузелия длинные, черенки следует брать из расчета буквально трех точек роста, у которых почки располагаются близко друг к другу, соответственно, побег будет в районе сантиметра 10 ориентировочно. В принципе, вот этот побег, он примерно у нас уже подготовлен. На данном этапе рекомендуется немного его подсушить. Почему? Потому как вот этот нижний срез и те места, где мы обрезали листья, конечно, в будущем они могут загнивать, если мы будем устанавливать субстрат. Поэтому несколько часов можно подержать просто на воздухе. Можно обмакнуть в толченый уголь, в залу, если есть под рукой, для того, чтобы дезинфицировать и подсушить этот срез. Если вы укореняете пеларгонию в воде, то, соответственно, этот черенок вы просто устанавливаете в воду, и, как известно, они отлично укореняются в таких условиях. Многие сортовые экземпляры и современные сорта, которые в целом плохо размножаются, лучше укоренять все-таки в субстрате. На этом этапе, немного подсушив черенок, можно добавить к нему стимулятор корнеобразования. В данном случае у меня порошок корневина, то есть это стимулятор, который содержит гетероуксин и будет способствовать хорошему укоренению. Нижним срезом я обмакиваю в этот порошок буквально на полсантиметра основание. Таким образом готовлю черенок. И затем буду устанавливать и закреплять его в субстрате. Субстрат у меня также подготовлен заранее. Значит, как мы его готовили? Мы взяли землю, растительный грунт, который предназначен для комнатных растений. Можно взять специализированный для пеларгонии, можно взять, в принципе, классический субстрат. В него я добавляю какой-то из инертных материалов, это может быть перлит, вермикулит, вот в данном случае это как раз-таки второй вариант. Я, соответственно, вношу его в грунт и смешиваю. В пропорциях можно вплоть до пополам, то есть 50 на 50. Таким образом мы все-таки делаем грунт более легким, он не будет у вас слеживаться и обеспечивает хорошую аэрацию и, соответственно, удержание воды и одновременно ее пропускание, что важно для черенков. После этого, когда мы подготовили субстрат, вот в данном случае я заполнил им стаканчики. Желательно не самим черенком, а каким-нибудь там карандашом или палочкой проделываю отверстие в субстрате для того, чтобы не повреждать все-таки наш нижний срез. И дальше устанавливаю черенок, в данном случае в этот стакан, немного после этого обжимая его пальцами. Обжимаю, чтобы с одной стороны уплотнить, чтобы черенок не болтался из стороны в стороны и таким образом фиксирую. После этого досыпаю недостающий объем. Поливаю растение на финишном этапе и в принципе он у нас готов к дальнейшему укоренению. Можно прикрыть это все сверху каким-то пакетом или колбой, но пеларгонии отлично укореняются и так. Самое главное сейчас вот этот черенок установить вместо без сквозняка, не на активное солнце, но там, где будет достаточно тепло, то есть в комнатных условиях. И на протяжении где-то месяца вы получите отличный саженец, который станет дополнением для вашего оформления подоконника, балкона или входа в дом. Надеюсь, информация вам пригодится. Вы сможете обновить ваши пеларгонии или герани, подготовить их к сезону, а также получить новый посадочный материал, в котором может просто стать больше по количеству или обменяться с друзьями и соседями. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok